В Башкортостане должна появиться вторая особая экономическая зона. Аграрии должны собирать ежегодно не менее 5 миллионов тонн зерна к 2024 году. Такие поручения правительству дал глава региона Радихабиров. Сегодня он выступил с посланием к Государственному собранию. Все подробности у Максима Окунева. 2020 год оказался для властей настолько напряженным, что церемонию послания главы региона пришлось перенести уже на январь 2021. Поэтому в главном стратегическом документе Радихабиров аккумулировал все достижения и планы на ближайшую перспективу. В числе ключевых тезисов и поручений расширения территории особой экономической зоны «Алга» создание новой особой экономической зоны техника внедренческого типа. Также необходимо вырастить 5 миллионов тонн зерна. Для индустриально мощного Башкортостана следующий шаг – это формирование промышленной экономики нового уровня. И для этого мы прорабатываем вопрос о создании второй особой экономической зоны техника внедренческого типа. Нам нужны на самом деле эффективные инструменты для поддержки в республике именно наукоемких отраслей. Я ставлю перед Минсельхозом республики задачу довести к 2024 году урожай зерновых до 5 миллионов тонн. Глава региона обратил внимание на трудности бизнеса в ушедшем году. Для того, чтобы сохранить потенциал МСП, в регионе реализовали беспрецедентные меры поддержки. От льготных кредитов до бесплатной аренды государственного имущества. Вот эти вопросы, которые сегодня возникают у предпринимателей, они, конечно, требуют решения. И я надеюсь, что власти республики в этом году уделят большее внимание для развития предпринимательства. Потому что мы понимаем, что предпринимательство – это драйвер для развития экономики. Мы стремимся к тому, чтобы как минимум 50% трудоспособного населения было в малом бизнесе. Не произошло и обвала в промышленном блоке. Индекс промпроизводства составил почти 100%. Инвестиционный рейтинг региона поднялся с 16 на 9 место. Только в пяти территориях опережающего экономического развития республики появилось 74 резидента, которые создали 3000 новых рабочих мест. Для инновационного прорыва нужны тесные взаимодействия науки и бизнеса. И для этого в регионе создают научно-образовательный центр мирового уровня. Евразийский научно-образовательный центр, который организуется в нашей республике, это действительно серьезная заявка на объединение, интеграцию науки, образования и производства. Это площадка, где крупные промышленные предприятия будут взаимодействовать с ведущими научными школами республики. И в рамках мировой повестки предлагать те или иные передовые разработки. Ради Хабиров поручил разработать программу по борьбе с безработицей, продолжить благоустройство региона и, наконец, заговорить с жителями на понятном языке. Чиновники не должны закрываться в своих кабинетах, а слушать и слышать людей, решать их проблемы не на бумаге, а на деле. Я думаю, что не надо бояться обратной связи, не надо бояться неприятных слов. И на разговорах, иногда на повышенных интонациях, для того, чтобы качественно исполнять свои обязанности государственные. Это я обращаюсь с чиновниками. Глава региона заявил, что пандемия коронавируса изменила социальную и экономическую реальность Башкортостана. Но самое главное – это люди, которые ценятся в республике больше всего. Ради Хабиров почтил память погибших от ковида жителей региона и пообещал вложить все силы на модернизацию медицины и поддержку врачей. Нужно в каждом селе, если там хоть даже 100 человек, там должен быть медик. Фельдшер, медсестра. И вот должна быть правильно квалифицированная медицинская помощь поэтапная. Да, врачебная, врачебная, специализированная и высокотехнологичная. И вот это сейчас выстраивается. Ради Хабиров поблагодарил отдельных тружеников за верность профессии. Всего церемония послания длилась без малого один час. Но работы правительству предстоит на целый год. Максим Акунифрамиль, Хайрулин, РБКУФА, Новости. И в продолжении темы. Ради Хабиров потребовал ужесточить контроль над социальными учреждениями Башкортостана. Особенно за соблюдением требований противопожарной безопасности в домах для престарелых и инвалидов. Для этого в республике будет сформирована специальная межведомственная рабочая группа. Кроме того, Министерство схемии, труда и соцзащиты населения Башкортостана разработает специальную интерактивную карту социальных организаций. Все помнят трагедию, случившуюся в декабре прошлого года в Обзелиловском районе. Аналогичное ЧП в таком же частном доме престарелых произошло совсем недавно в Тюмени. Раз за разом в регионах выявляется серьезное нарушение в работе подобных учреждений социального обслуживания. И, конечно, надо эффективно пресекать деятельность таких недобросовестных предпринимателей. Ну и отмечу, что контроль за соцучреждениями власти республики усилили после череды несчастных случаев. Один из них произошел в середине декабря в пансионате для пожилых людей в Обзелиловском районе. Несоблюдение требований пожарной безопасности привело к пожару, который унес жизни 11 человек. В 2020 году предприятия Башкортостана поставили на внешние рынки сельхозпродукции на 165 миллионов долларов. В 2024 году объем экспорта планируется увеличить до 250 миллионов. В его структуре основную долю будет занимать продукция масложировой отрасли. Чешминский маслоэкстракционный завод в этом году уже приступил к экспорту рапсового масла. Первая партия в объеме 1300 тонн уже отправлена скорым поездом. Состав без лишних остановок и перетарок будет следовать до порта находка, а затем груз отправят по морскому пути до Китая. Здесь 62 контейнера, 57 вагонов, то есть это вот такой скорый поезд. Он должен дойти, но в течение, наверное, 7 суток, это уже до находки. Очень логистически все это удобно. И самое важное, что произойдет, никаких не будет переливов. То есть припортовые какие-то резервуары, суда, вот вон контейнер мы загрузили у себя на заводе, и так он дойдет до потребителя. То есть качество масла не потеряется. Вторая партия рапсового масла также в объеме 1300 тонн отправится в Китай в первых числах февраля. Таким образом, всего Чешминский маслоэкстракционный завод поставит в восточную страну 2600 тонн товара. В прошлом году, по предварительным подсчетам, экспорт рапсового масла в денежном выражении из Башкортостана составил 5 миллионов долларов. Это на 33% больше, чем в 2019 году. Фонд развития моногородов в этом году будет ликвидирован в рамках оптимизации институтов развития. За пять лет сотрудничества с Башкортостаном он предоставил предприятиям региона более 2 миллиардов 200 миллионов рублей льготных займов. Средства получили компания «Леватор» на строительство и расширение маслоэкстракционного завода в Кумертау и «Полиев» на реконструкцию производства терифталевой кислоты в Благовещенске. Также фонд предоставил 500 миллионов на благоустройство инфраструктуры в Билибее и Кумертау, в частности, на строительство очистных сооружений на Билибеевском молочном комбинате, линии электропередач для производства металлоконструкции на предприятии «Амма» и так далее. Управленческие команды шести башкирских моногородов прошли обучение по программе Фонда развития моногородов «Сколково» и Российской академии народного хозяйства и госслужбы. После ликвидации фонда его функции распределят между федеральными органами исполнительной власти и Внешэкономбанком. К этому участвует вся информация.